Здравствуйте! Добро пожаловать на программу Весть Карачаева-Черкесия. События среды в репортажах наших корреспондентов. Сегодня глава республики Рашид Тимреза провел заседание Оперштаба Карачаева-Черкесии по противодействию распространению коронавирусной инфекции. За последние две недели количество ежедневно регистрируемых случаев инфицирования COVID-19 в регионе возросло в два раза. Так, сегодня было выявлено 38 новых случаев заражения. Почти в два раза увеличилось и число госпитализированных. На сегодня их 466. Растет количество ПЦР-исследований. Исходя из эпидситуации, выведены из резерва три ковид-госпиталя. Тем самым увеличился коечный фонд до 735. По поручению Рашида Тимрезова проведен аудит в остальных лечебных учреждениях. Специалисты мониторят запас лекарственных препаратов и средств индивидуальной защиты. В настоящее время Карачаева-Черкесия вакцинация проходит активными темпами. Ежедневно прививаются более тысячи человек. Рашид Тимрезов отметил, что параллельно жители должны строго придерживаться всех мер предосторожности, обязательного масочного режима и социального дистанционирования, а также воздерживаться от посещения массовых мероприятий, поручить усилить контроль за их соблюдением. Еще одно решение было принято сегодня. День, когда человек сделал вакцину, будет нерабочим. Черкесский из-за подъема уровня воды затопило некоторые придворовые территории частных домовладений. К нам в информационную службу ВЕСТЕ поступило письмо от жителей республиканской столицы, проживающих по адресу Подгорное. Горожане пишут, что их дома находятся в воде. В проблеме разбирался Корча Беджеев. Наполненная зерном бочка годами не сдвигалась с места, но вот пришла беда, и она как поплавок плавает на поверхности, рассказывает Валентина Медведева. Такая же ситуация и у ее соседей по улице Подгорной, Черкесска. В результате проливных дождей и, соответственно, подъема уровня воды, жильцы частного сектора оказались в такой ситуации. По их словам, вся вода течет вниз к домам, так как отсутствуют дренажные траншеи. Решить эту проблему жильцы пытались самостоятельно, но фундамент старых саманных домов разваливается и не успевая сохнуть, покрываясь плесенью и грибком. Уничтожены огороды, весь урожай погиб. В подвалах, подсобных помещениях, во дворах стоит вода. Сейчас люди живут в условиях полной антисанитарии. Засыпали, засыпали, их уничтожили. И после того, когда сделали нам дорогу, дорогу прям благодарность большая, дорога очень хорошая, трасса здесь, но линювку сделали тоже. На другой день пришли, асфальтом засыпали линювку, выровняли с асфальтом ее. И когда проливные дожди идут, вода с наклоном с объездной дороги течет вниз, естественно, к моему дому, там дальше еще два дома. И рекой, не то что там ручеек, а рекой спускается за поворотом и сливается в мой дом. Центральной канализации по улице Подгорной нет. Вдобавок ко всему поднялся уровень грунтовых вод, что также усугубляет положение. Поняв, что не справятся с проблемой самостоятельно, горожане обратились в мэрию Черкеска. Мы вот сейчас совместно с дорожным хозяйством будем своими силами предпринимать комплекс работ для отвода сточных вод. Нарезание кувейтов в сторону той же речки Киабазинки, которая проходит по улице Вторая Подгорная. С отводом в ту сторону будут проводиться мероприятия. Что даст результат, максимально даст хороший результат. Со слов начальника коммунального отдела мэрии республиканской столицы Анзора Казанокова, уже было проведено выкачивание ливневых вод из подтапливаемых частных домов, но это не дало результатов. А уровень грунтовых вод поднялся на полтора-два метра. Были приглашены и другие специалисты дорожного хозяйства, чтобы решить данную проблему. Вопрос подтопления частных домовладений по улице Подгорной находится под личным контролем мэра Черкеска. И в ближайшее время планируется провести ряд мероприятий, чтобы привести в порядок эту территорию. Харчабиджиев, Мухаммед Ашибоков. Вести Карачаева, Черкесия. Ну а какой будет погода завтра, расскажут наши синоптики. В Карачаеве, Черкесии, местами кратковременные дождь и гроза. Ночью в отдельных районах будет сильный, с градом и шквалистым ветром до 27 метров в секунду. Ветер северо-восточный 5-10, температура ночью 12-17, в горах 6-11 и днём 24-29, и в горах местами до 22. В Черкесии ночью кратковременные дождь и гроза, днём без существенных осадков. Ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду. Температура ночью 14-16, днём 26-28 градусов тепла. Лето будет чудесным с Московским индустриальным банком. Рефинансируйте кредит по ставке не выше 8,8% годовых. Оставьте заявку на сайте минбанк.ру или приходите в офис. Московский индустриальный банк. Это «Большие вести». В прямом эфире мы продолжаем. В ауле Козелопакун Малокорчатского района открылась новая мечеть. В торжественном мероприятии приняли участие руководство муниципального образования, председатель координационного центра мусульман Северного Кавказа Исмаил Хаджибердиев, представители власти Крачева-Черкесии, жители и гости населенного пункта. Мечети в Козелопакуне не было, и верующим приходилось совершать коллективный намаз в приспособленном помещении. Здание возводилось исключительно за счет личных пожертвований. Также на территории мечети построено здание для проведения занятий по изучению и чтению священного Корана. Собравшиеся во главе с муфтием совершили первый намаз, прочитали хутбу. Было отмечено, что сегодня в нашем обществе возрождается вера. Это дает возможность посвятить Всевышнему молитвы и благие дела. Исмаил Хаджибердиев еще раз призвал верующих придерживаться истинного пути традиционной религии, пожелал всем мира, благоденствия. Самое главное, чтобы двери мечети всегда были открыты. Читались пятничные намазы, проводились различные мусульманские праздники и религиозные обряды. Медресе – это самое главное. Ведь не каждый человек рождается сознанием религии и всего. Он ничего не знает. И вот когда этот человек начинает постигать азы религии, самое главное, чтобы он правильно это все понял. Вот для этого самое главное – это медресе. Иншаллах, здесь и для медресе хорошее у них помещение, класс хороший, и все остальное тоже соответствует. Поэтому я надеюсь, здесь все будет хорошо. Всех мусульман нашей республики – это большая радость. Любая мечеть в любом селе, в любом городе – это большая радость для всех мусульман. Почему? Потому что это то, что мы созданы для чего? Чтобы служить Всевышнему. А служить Всевышнему мы должны в мечети. Конечно, для мусульманина любое чистое место – это мечеть. Он может там поклоняться Аллаху. Но вот в селе должны собираться и вместе делать этот поклон, и вместе просить Всевышнему. Дай Аллах, чтобы Аллах принял все наши молитвы, которые мы проводим и здесь, и по всей республике. В Черкесске состоялась защита от дипломных работ выпускниками кафедры дизайна и искусств Северокавказской гуманитарной академии. На суд экзаменационной комиссии были представлены творческие работы молодых дизайнеров, выполненные в разных стилях и направлениях. Работа ценила и наша съемочная группа, рассказывает Мураджан-Гезов. Защита дипломов у дизайнеров представляет собой и теоретическую часть, но наибольший интерес вызвала практика. Выпускник представлял полноценную коллекцию с идеей, эскизами и реализацией в материале. Фактически каждая защита – это маленький показ мод. Я очень люблю этот вуз, я люблю этот факультет. Я могу сказать, что я наблюдала его от основания, и я вижу великолепную динамику, вижу, как развивается факультет, как наращивает мастерство. То есть это уже очень серьезный вуз, который может конкурировать с большими столичными вузами. От защиты у меня самое приятное впечатление, потому что тут можно говорить, можно избегать комплиментов, а говорить по-честному, можно давать серьезную критику, потому что я имею дело с профессионалами. 24 выпускника достойно продемонстрировали способность решать современные задачи, профессионально излагать специальную информацию, научно аргументировать и защищать свою точку зрения, опираясь на полученные знания. Удивили себя, удивили своими работами студенты, потому что проработана была очень большая работа с студентами, и подготовительная часть, записка была дипломная. И они здесь, в общем-то, ну, как сказать, жили и ночевали. Но я хочу сказать, что республика и все другие регионы, которые у нас учились, если это Ингушетия, Каберна-Балкария, Чеченская республика, они получат назад прекрасных профессионалов, дизайнеров. Экзаменаторы отметили, что даже имея за плечами огромный опыт, было непросто сходу прочитать все дизайнерские находки и конструктивные решения в работах выпускников. Дипломные проекты вышли абсолютно разными. По стилю, колористике, в каждом есть своя изюминка. Процесс был долгий на самом деле, но он того стоил, потому что начинался он с писемной части, далее построение, отшивка лекции. Но на этом все не закончилось. Я также рисовала на них принты. Это была ручная работа акрилом, поэтому это еще больше заняло времени тем самым. Но эффект и результат, результатом я стала довольна. Когда я приходила сюда обучаться, когда я приходила на первый курс, я абсолютно ничего не умею. Я даже не умела напряжать карандаш в руках. На сегодняшний день я рисую портреты, принимаю какие-то заказы на пейзажи, на горы. Я достигла максимума, я считаю, но это не предел. Хотелось бы выразить огромную благодарность всему преподавательскому составу за те знания, за тот опыт, который они нам дали. И это сыграло огромную роль в создании дипломной коллекции. Дипломная работа – это первый самостоятельный шаг в профессию. На факультете дизайна искусств уверены, что знания и навыки, приобретенные за годы обучения, в полной мере проявятся в их дальнейшей успешной профессиональной деятельности. Мурат Шенкюзов, Роберт Жигутанов, Вести Карачаева, Черкесия. Город мастеров появился на карте Карачаева-Черкесии. Выставка-конкурс открылась в стенах художественной галереи Черкеска. На сот жюри и посетителей представлена работа самодеятельных мастеров. С экспозицией знакомилась Шерифат Лепшокова. Наша республика богата мастеровыми людьми и убедиться в этом очень легко. На выставке представлены сотни работ, выполненных руками людей с добрым сердцем. Это и живопись, и декоративно-прикладное искусство. Для изготовления макета Никольского собора из пенопласта мастеру Кималу Раскулову, чтобы скрупулезно собрать все детали храма, понадобилось немало времени. Вложено много души и в работы из керамики. Так Астемира Борсова вдохновила прошлое. Его статуэтка «Горянка», часть ансамбля «Горский танец». А еще хохлома, вышивка гладью, деревянная посуда и игрушки. На выставке можно увидеть работы представителей всех районов республики. Но как специалистам отделов культуры удалось собрать столь богатый материал? По традиции в ход идут объявления, сарафанное радио. Помогает и многолетнее сотрудничество с мастерами. Сегодня мы привезли на выставку работы самодеятельных мастеров декоративно-прикладного искусства нашего Карачаевского городского округа. Здесь работы не только на столе, а еще на стене работы мастеров по войлоку. Вы видите художника, картины на стене. Здесь на столе работы мастеров-вязальщиков. Вот у нас, например, вязаные куклы. Они выполнены из гипоаллергенной пряжи турецкой, с которыми дети могут играть, и мамы могут не опасаться за безопасность своих детей. Инициатором выставки конкурса «Город мастеров» выступил Республиканский центр народной культуры. Проводится мероприятие для популяризации лучших традиций изобразительного и декоративно-прикладного искусства. Усилиями сотрудников центра создан и онлайн-каталог работ для лучшего ознакомления с работами наших мастеров. Действительно, вновь складывающуюся тяжелую ситуацию в республике и в стране в целом. Сегодня очень отрадно, что общими усилиями, благодаря Министерству культуры, мы реализуем одно из ключевых направлений на наши работы, нашего центра – это мастера декоративно-прикладного изобразительного искусства. Я хотел бы также в свою очередь поблагодарить и дирекцию музея-заповедника, за предоставленные экспозиционные такие залы, за наше партнерство, постоянное плотное сотрудничество. Были сказаны теплые слова благодарности и в адрес жюри конкурса. В него вошли авторитетные деятели искусств Карачаева-Черкесии, мастера художественных промыслов, искусствоведы. Победители будут награждены дипломами и ценными подарками. Выставка продлится до 14 июля. Вход для всех свободный. Шерифат Лепшокова, Ислам Урумов, Вести Карачаева-Черкесия. Такой была среда в Карачаево-Черкесии. Прямо сейчас продолжение сериала «За счастьем». Приятного просмотра и ждите везде. Редактор субтитров А.Семкин